Добрый вечер, Гомель! В прямом эфире передача для тех, кто выбирает хорошее настроение. Завтра весь мир отмечает День писателя. Согласитесь, это очень хороший повод для того, чтобы задуматься о том, что же пишут современные литераторы и кто это читает. Дорогие друзья, наш телефон в студии 34 22 43. Звоните, пишите в Вайбер. Нам очень интересно, что читаете вы или почему не читаете, а может быть вы что-то пишете, присылайте свои творения, что сможем зачитаем, что сможем разместим. И вы знаете, интересно также узнать, какая книга в последнее время произвела на вас впечатление и почему. Ну, а сегодня гость нашей программы это автор, исполнитель, композитор, педагог Вячеслав Корса. Кстати, да, Вячеслава Корса, многие знают как Вячеслава Климовича. Ну, Слав, добрый вечер. Добрый вечер. И вот очень рада нашей новой встрече. Но давай расскажем зрителям, почему все-таки Корса, откуда этот псевдоним? Ну, вообще, неважно, откуда псевдоним, неважно, какой псевдоним, важно откуда, да? Откуда? Потому что, ну, когда у человека происходит какой-то такой переломный момент в творчестве, да, ему хочется немножко обрезать что-то плохое, что было связано с какой-то прошлой жизнью, да, и что-то привнести новое. Поэтому вот у меня так произошло. Ну, скажем так, педагог остался как Климович, остался педагогом в своей педагогической карьере, остался Климовичем, а на сцене уже появился Корса, все, Климовича как Божий. Ну, что, как-то изменилось что-то такое? Ну, потому что изменился формат, скажем такое слово, формат. Хорошее, кстати, слово. Знаешь, вот сегодня мы говорить будем о сочинительстве. Кстати, ты когда-нибудь считал, вот сколько текстов к песням ты написал вообще в твоей жизни? Нет, не знаю, ну, наверное, ну, может быть, с полсотни, ну, не знаю. С полсотни? Скажи, пожалуйста, Слава, ну, а вообще ты любишь сочинять, ты любишь писать, вот спросим так? А вот когда, вот, хорошо сказал Жванецкий, да, не можешь не писать, не пиши. Хорошо. Поэтому, когда действительно бывает, вот, например, первая книжка свою, которая у меня была про, ну, пособие по гитаре, значит, я писал в 2002 году, я ее написал за два месяца. Ну, потому что у меня столько, вот, была такая, как говорится, пруха такая, да, вот, вот, она толкала, она лезла, вот, только успевай записывать, и действительно, вот, произошло очень мало, мало времени прошло. Ну, Слава, ну, меня зрители не поймут, если я задам тебе вопрос, какую книгу ты, может быть, прочитал в последнее время, чем она тебе запомнилась и почему? Ну, вообще, читаешь ли ты книги? Ну, последняя книга, которую я прочел, была достаточно давно, дело в том, что я читаю в основном, когда езжу в поезде. Ну, так получается, что времени очень мало на чтение книг, и, нет, было какое-то время такого релакса, спокойствия, когда можно было себе позволить почитать, сейчас темп жизни другой немножко, вот. Вот, но вот последняя книга, которую я прочел, это была книга «Подросток» Достоевского. Серьезно? Вот сейчас, во взрослом возрасте, читал Достоевского «Подросток»? Да, ну, это было, наверное, ну, пару лет назад, наверное. Это был осознанный какой-то выбор этой книги, или ты случайно ее заметил? Да, мне порекомендовал один очень человек, которого я очень, вкусу которого я очень доверяю. Вот, а книга, которая действительно произвела впечатление на меня, ну, так можно сказать, анекдотичная, я начал читать «Кавку», «Замок», вот, и потом, значит, я в живом-живом, в журнале написал, вот, где-нибудь читаю, только потому что интересно, чем закончится. А мне, говорит, пишут там, обломись, дружище, она ничем не заканчивается. И там, действительно, открываю последнюю страницу, там написано, на этом рукопись обрывается. Спасибо, Слава. Интересная история. Знаешь, вот, прежде чем мы продолжим разговор о твоем творчестве, нам надо придумать вопрос для конкурса. Это традиция нашей программы, наши зрители вот уже ждут этого вопроса. Вот, учитывая, что все-таки завтра день писателя, давай придумаем что-нибудь на эту тему. Есть какой-нибудь вообще вариант уже? А, ну, вот, наверное, вот такое можно было бы, да? Какое-то интересное что-нибудь. Ну, сейчас, да, наверное, интересно будет, потому что там есть подвохи, да, некоторые в этом вопросе. Кто из русских писателей пять раз номинировался на Нобелевскую премию? Ее не получил, потому что есть еще, которые получили. Которые получили, да. Дорогие друзья, еще раз вопрос. Какой русский писатель пять раз номинировался на Нобелевскую премию, но не получил ее? И хочу обозначить победителя конкурса. Победитель этого конкурса получит единый билет на посещение Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Дорогие друзья, это действительно очень уникальный приз. Дело в том, что этот билет, он дает возможность путешествовать по всем залам нашего Гомельского дворца. Можно посмотреть выставки, экспозиции, посетить также зимний сад, усыпальницу, башню обозрения. Ну и, в принципе, для того, чтобы отправиться в это удивительное путешествие по дворцу, надо просто ответить на вопрос. Какой русский писатель пять раз номинировался на Нобелевскую премию, но так ее и не получил? 34-22-43, телефон прямого эфира. Звоните, ну а мы продолжаем Всемирный день писателя на Беларусь-4. Напоминаю, у нас в гостях автор-исполнитель Вячеслав Корса. Вячеслав, что исполнишь сегодня в начале нашей программы для зрителей? Ну, несмотря на то, что навевает такая вьюга и зима в разгаре, но все-таки весна. Все-таки второе марта, да. Все-таки сегодня второй день весны, и поэтому я спою очень-очень весеннюю песню. Наверное, самая весенняя из всех моих весенних песен. Песня называется «Крылья». Итак, «Крылья». Песня называется «Крылья». Спасибо. 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 «Крылья» Так не бывает, ты пришла и говоришь «Пожалуйста, вот тебе два моих крыла. Чтобы не знал усталости И ни в каких других краях Крыльев таких не сыщешь ты Взлёта полоска узкая Только не бойся высоты Где-то почти растаял снег Где-то цветёт боярышник Я же остаюсь на целый век С этой чудесной барышней Чтобы, обняв ей два и два Бросив обиды давние Я говорил бы ей слова Самые главные Так не бывает, ты пришла И отвела рукою грусть А за спиною два крыла А за крылами трудный путь Если меня насудит Бог Если лишит белых наград Я опущусь на твой порог И несказанно буду рад В том, что уже растаял снег И зацвели подснежники В том, что живём с тобою век Нежности, нежности Чтобы, обняв ей два и два Бросив обиды давние Я говорил тебе слова Самые главные Субтитры подогнал «Симон» Дорогие друзья Вячеслав Корса На Беларусь 4 Удивительная песня Крылья, я вообще долго её сочинял Как такие песни? Долго? Такие песни сочиняются сразу Песня о любви, о весне Да, мне кажется, о мудрости и надежде Спасибо У нас есть телефонный звонок Зрители отреагировали практически сразу На твой вопрос в конкурсе И даже приходит сообщение в Вайбер Для тех, дорогие друзья Кто отвечает и участвует в конкурсе Пожалуйста, обратите внимание Что участвовать в конкурсе Могут только телефонные звонки Спасибо за сообщение в Вайбере Но мы послушаем нашего телезрителя Который дозвонился к нам в студию Добрый вечер Вы в прямом эфире Говорите, пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Как вас? Я бы хотела ответить на вопрос Меня зовут Екатерина Екатерина Ну, какой русский писатель Был номинирован пять раз На Аноберевскую премию Но так её и не получил Я предположу, что это был Максим Горький Максим Горький Вот мы сейчас узнаем, правильно ли вы предполагаете Или нет Да Да, вы победили Ну что ж Я хочу ещё раз напомнить Что победитель конкурса Сегодня получает единый билет На посещение Гомельского дворца У паркового ансамбля Это билет действительно уникальный Он даёт возможность путешествовать По всем залам нашего дворца Посмотреть выставки экспозиции Также посетить зимний сад Усыпальницу Башню обозрения Для того, чтобы отправиться В это удивительное путешествие По нашему дворцу Надо было просто ответить на вопрос Какой русский писатель Пять раз номинировался на Аноберевскую премию Итак, это Максим Горький Это действительно уникальный человек Кстати, один из самых в своё время издаваемых У него огромное количество Было книг в советское время издано Но, вы знаете, мы к Максиму Горькому Я думаю, могли бы вернуться и далее В нашей программе Может быть, загадаем ещё один вопрос Для наших зрителей Потому что есть определённые призы Которые сегодня Вячеслав принёс в студию Это книга Вячеслава Самоучитель игры на гитаре Это достаточно специфическая книга Это для тех, кто играет на гитаре Играет уже что-то умеет Но хочет свой аккомпанемент украсить Сделать его богатым, роскошным Вот книжка о том, как украшать аккомпанемент Автор книги ты Да, называется «Гитара в авторской песне», аранжировка Это моя книжка Единственная, которая в бумажном варианте осталась Потому что в основном сейчас все книжки мои уже электронные Продаются Ну, вот давай тогда зададим ещё один вопрос для наших зрителей Может быть, связанный тоже с Горьким Ну, с Горьким вопрос очень просто, на самом деле, пригонять Потому что вот героем какого произведения Максима Горького Был глупый пингвин Был глупый пингвин, кстати Очень интересный вопрос, на мой взгляд Действительно, мне кажется, ответ знают все Но начнут сейчас думать, задумываться Итак, дорогие друзья, героем какого произведения Максима Горького Был глупый пингвин А если вы ещё процитируете То заберёте сразу два журнала, я так понимаю Две книги Дорогие друзья, 34-22-43, телефон прямого эфира Мы ждём ваших телефонных звонков И хотелось бы в двух словах Вячеслав, расскажи, пожалуйста, о чём поёт сегодня Вячеслав Корса Вот как бы ты сам охарактеризовал свой стиль Потому что тебя многие называют бардами Кто-то говорит, что ты занимаешься авторской песней А на самом деле, что это? На самом деле, авторская песня Это жанр такой Вот почему Климович остался в авторской песне А Корса появился А Корса где появился? Да, он вот где Вот где, да, что это такое направление? Я бы назвал всё-таки это таким Интеллигентным шансоном, мне кажется Потому что всё-таки для того, чтобы писать авторскую песню И быть бардом настоящим Нужно быть в первую очередь литератором В первую очередь И быть музыкантом не самое важное И даже не обязательно можно совсем не быть музыкантом Но я музыкант по профессии И по сути, и по духу, и по воспитанию И по всему, что в моей жизни есть Я музыкант А поэтом я не стал как таковым Поэтому мне кажется, это будет нечестно Называть себя бардом И петь авторскую песню Потому что всё-таки мои тексты Они немножко проще Они немножко не такие Поэтому я бы назвал таким Городским, интеллигентным Таким вот шансоном То есть ты считаешь, что тексты должны быть песенами? Они должны быть сложны и малопонятны кому? Нет, мне кажется, тексты должны быть Да никакими они не должны быть Они должны быть, скажем так Они должны соответствовать твоему истинному внутреннему состоянию И твоей палитре Авторской палитре То есть тем приёмом, которыми ты владеешь Для того, чтобы Ну, потому что есть, скажем так, глубокая такая поэзия Скажем так, есть какая-то поэзия Скажем так, эстетская такая В котором Вычурная поэзия В котором фактически автор Ну вот, показывает свою технику Он там крутит словами, вертит образами Когда это становится уже Средство выразительности Ты считаешь, это техника? Мне кажется, это ещё и мироощущение определённое Бывает эстетство как техника И она, на мой взгляд, не самая лучшая в поэзии Слав, знаешь, есть очень хорошее выражение Вот как бы в продолжении этой дискуссии Что писатель — это не тот, кто пишет А тот, кого читают В данном случае, кстати, тоже можно назвать писателем Ты удачно пишешь песни, которые мы с удовольствием слушаем Да Вот, дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире программы Добрый вечер, Гомель Нам очень интересно ваше мнение, что читаете вы Какую, может быть, последнюю книгу прочитали Она произвела на вас впечатление Вы можете позвонить в студию Вы можете написать в Вайбере свой ответ А также принимайте участие в нашем конкурсе Вопрос, который Вячеслав задавал нашим зрителям Второй вопрос был про глупого пингвина Так вот, героем какого произведения Максима Горького является глупый пингвин? У меня подсказка, у нас есть ответ Правильно-неправильно сейчас услышим Добрый вечер, вы в прямом эфире Давайте знакомиться Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Ольга Ольга, ну вы вообще любите творчество Максима Горького? Конечно, со школы Со школы, да То есть после школы, я так понимаю, на этом ваше увлечение к Горьким остановилось, да? Но, в принципе, этот вопрос относится к школьной программе Итак, героем какого произведения является глупый пингвин Максима Горького? На седой, ровнее водное, море, гордо верит, тьфу ты, гордо верит, буревестник Хорошо, а может быть так Буревестник Буревестник, вопрос правильный? Да Конечно же, вопрос правильный Спасибо Но, может быть, вы нам про пингвина зачитаете строчку, не помните, вот со школьной программы? Он там был и глупый, он там был и жирный Ну, вообще такая фраза звучала так Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах Вот так вот Ну, эти аплодисменты для вас Вы стали, как бы, победителем второго вопроса, скажем, в нашем конкурсе Этот журнал, так как вы не процитировали, к сожалению, да, вот не процитировали вы про пингвина фразу Поэтому получаете один журнал Скажите, пожалуйста, Ольга, а вы играете на гитаре? Умеете? Конечно Умеете? Ну, я думаю, что вот этот вот самоучитель Можно так называть, да, эту книгу Вам тоже пригодится, и, может быть, вы сможете им воспользоваться, когда будете обучать этому, там, ну, своих соседей, друзей, знакомых Спасибо вам за этот звонок Спасибо большое, хорошего вечера Ну, что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу У нас впереди еще будут конкурсы, будут интересные гости А пока мы говорим с Вячесланом Климовичем Кстати, про книги, да, вот скажи, вот эти вот книги, да, они все-таки не являются художественной литературой Но в одном из последних интервью ты сказал, что сейчас пишешь новую книгу, которая обещает стать бомбой Это твои слова Да, я помню, я такое говорил, но на самом деле я эту книгу приостановил, потому что я придумал еще более, более бомбажное Еще более, более, более такое Я придумал действительно Это будет детектив? Это будет фантастика? Или опять же книга о самом учителье? Нет, дело в том, что я же педагог, я же учу детей, и не только детей, учу взрослых, играть на гитаре. Мне кажется, любой профессионал, который делает что-то, он должен еще научить этому других. Поэтому это одна из сторон. Поэтому книжки позволяют учить людей дистанционно, учить не только тех, которые ко мне могут прийти в городе, а те, которые могут, скажем так, ко мне прийти в любой точке планеты. Вот и все. Есть сообщение от наших зрителей в Вайбере, нам сообщает, кто что читает. Вот, например, бабушка Люда написала, что она читает внуку сказки Пушкина с удовольствием, даже что-то запомнила наизусть, и пишет, что даже в ее возрасте это только на пользу. Бабушка Люда, вот эти аплодисменты для вас. Вы знаете, читать внуку сказки Пушкина, мне кажется, это очень полезно. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Дело в том, что завтра Всемирный день писателя, и сегодня мы говорим о литераторах, и о том, что они пишут, и о том, кто это читает. Не переключайтесь, совсем скоро в этой студии появятся очень интересные гости, и вас ждут еще новые конкурсы и, конечно же, песни. Дорогие друзья, на «Беларусь-4» прямой эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Дело в том, что завтра Всемирный день писателя, и сегодня вот с Вячеславом Корсом мы рассуждаем на тему, что пишут, что читают, и предлагаем вам также поучаствовать в этом, скажем так, нашем разговоре. Дело в том, что совсем скоро в этой студии появятся наши, скажем так, званые гости, а пока Вячеслав очень хочет исполнить еще одну песню. Ведь вечер добрый, да? Какой же добрый вечер без музыки? Что мы сейчас исполним для наших зрителей? Мы, видишь, даже я уже готова подключиться. Одну песню, которую я написал, открыв сборник поэта, открыл вот его, и взял гитару, и сразу стал петь. Это «Баксим Богданович». Вот, и появилась такая песня. То есть ты просто открыл, взял, и сразу вот ткнул пальцем, что называется? Да, и сразу ткнул пальцем и стал петь. Вот появилась такая песня. Это очень давно уже, она старенькая моя песня. Ну, вот такая песня. Да. За дахами места померкло небес по золотам, По ветра напояна тихо густевшим мрогам, Что видно, какие искры взлятают с трамвая на гадроты, Как зорки гораць и взрываются в небе далеким. Музыки стагнан, не леется по вулках с бульвара, Горать огнем, мошка рук, сабевабят с лихтарней, Круг толстого шкла и навеется, як легкая хмара, А к светлу пробиться не может, и томится морно. Субтитры сделал DimaTorzok И вспомнил я джаз среди осенней нахмуранной ночи, Музыка заиграла, огни у вышени запалали, И дыхали груди широко, святились саводжи, Мы к светлу взлетели, и шклу круг ягод напоткали, Мы к светлу взлетели, и шклу круг ягод напоткали, Неожиданно, на самом деле неожиданно и очень-очень интересно. Спасибо большое, Вячеслав. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы, Я прям так заслушалась песней, Какая тема нашей программы сегодня? Всемирный день писателя завтра мы отмечаем. Нам очень интересно, какие книги вы читаете, Какие книги, может быть, вы пишете. Поэтому звоните в студию, пишите в Вайбере, И оставляйте свои строки, свои сочинения, Поздравляйте друг друга. Вот есть уже несколько сообщений, Точнее, от Виктории очень хотелось бы прочитать. Поэзия. Вот настоящий космос, пишет наша телезрительница. Например, Анненский. Среди миров в мерцании светил Одной звезды я повторяю имя, Не потому что я ее любил, А потому что я... Мне темно с другими. Я томлюсь с другими. Дорогие друзья, это был Анненский. Мы с Вячеславом попробовали вас произвести. А Виктории, спасибо вам огромное за эти строки, Просто украшение доброго вечера. Действительно, завтра Всемирный день писателей, Поэтому самое время читать стихи. И вы знаете, я пригласила сегодня в эту студию Гомельскую поэтессу. Дело в том, что в своих кругах она очень знаменита. Ее стихи печатают парижские альманахи И известные литературные журналы. В 2016 году ее творчество Достойно премии имени Кирилла Туровского Номинации «Открытие года». Обладатель звания «Кубок мира по русской поэзии-2015» Дорогие друзья, это наша гомельчанка. Алена Осенчик, сегодня у нас в гостях. Встречайте, пожалуйста. Алена, добрый вечер. Вот эти бурные овации, да, Это, я так понимаю, поклонники ваших стихов, Вашего творчества и не только. Ну, вы знаете, спасибо, что нашли время, Что пришли вот на нашу программу. Дело в том, что поэтессы, К сожалению, к нам приходят очень редко. Да, очень жаль. Вот, ваше творчество. Его называют тонкой, вот я цитирую, И интеллигентной лирикой. Это вот критики так замечают, можно так сказать. А вот для тех, кто не знаком, Могу ли я сейчас вот, Алена, вас попросить Прочитать стихотворение, которое удостоилось Золотой медали и приза симпатии На международном литературном конкурсе. Называется оно, по-моему, «Не навсегда». Она верит, летать – это очень просто. Главное – окрылиться. Какое дело пространству, что ты не птица. Время вон тоже не птица, но летит. Летит же. Марк, небесный свод, тушует немного ниже. Все безопаснее в тенетах его качаться. Марк, а ты мог бы нарисовать счастье? Легкое, бесшабашное. Над замыслом покумеков мог бы, говорит Марк, И рисует летящего человека. А ты мог бы нарисовать счастье? Спасибо. Слава, скажи, а ты мог бы нарисовать счастье? Хороший вопрос, вызов такой вот в вашем стихотворении. Спеть счастье, скажи, да, я бы смог. Ну, я как художник. Алена, скажи, пожалуйста, вы вообще часто, вот публичное выступление, это для вас как бы сейчас... Не часто. Не часто. А любите? Нет. Нет? То есть вы любите написать, кому-то показать. Кстати, кто первый ваш, вот, скажем так, критик, кому вы доверяете и сразу решаете, вот хорошо получилось или плохо? Мироздание. То есть никому не показывает? Ну, да, я пишу готовые сразу вещи, но по большому счету почти сразу выставляю их на суд. Всех читать. Всех читателей. Вот я не могу не спросить, я спрашиваю обычно каждого писателя об этом. А как вы относитесь к критике? Это самый, наверное, такой болезненный момент для любого человека. Я хорошо отношусь к критике, если это критика, действительно критика, а не просто какие-то вот придирки. Понравилось, понравилось. То есть нравится, не нравится, вы не воспринимаете, да? Да. Если человек что-то дает, какой-то хороший совет, то почему бы и нет? Вы знаете, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем наших зрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Наталья, гостью в студии. Добрый вечер, Герасим. Спасибо. Я хочу Вячеславу Корсу посещение подарить. О, мы слушаем внимательно. Посещается Вячеславу Корсу. Мне понравилась его песня «Крылья». Его давно все знает человечество. Прошило его ритмами насквозь. Он как орфей, культура греческая. Поет о том, что видит, довелось. Доброе зло. Любовь красивой женщины, всего струна касается творца. Вся наша жизнь проходит трещины по сердцу интеллигентного певца. Я лично с Вячеславом Корсом не знаком, но песни «Крылья» обожаю. Его гитара греет душу у меня и дом, когда я громче звук включаю в квартире солнца, много света. Как будто на поляну земляничную попал. Привет, он гений. От поэта ты, Гомель, весь очаровал. Вы знаете, Герасим, Герасим, назовите, пожалуйста, вашу фамилию. Мы с вами общаемся каждый эфир. Как ваша фамилия? Скажите, пожалуйста. Герасим Гончаров. Дорогие друзья, вот это как раз-таки в день писателя, скажем так, накануне стихи. Когда Герасим будет в студии. Все хотят видеть Герасима в студии, мы работаем над этим вопросом. Я даже в какой-то эфир смотрел, писал, в Вайбер писал. Чтобы срочно пригласили. Понимаешь, Слава, мы не можем пригласить Герасима в студию пока. Мы потеряем такого зрителя вот там, за кадром, который нам звонит каждый эфир. Герасим, спасибо. Вы знаете, Герасим, я вот обращаюсь сейчас к вам. Мы когда готовили эту программу сегодня, мы просто с ужасом представляли эфир. Если вдруг по какой-то причине вы не позвоните, не напишите стихотворение и не прочитайте его сегодня. Спасибо вам большое. Эти аплодисменты для вас. Спасибо огромное. Я вот не перестану говорить, что это человек, который вот видит анонс нашей программы, включает ее в прямом эфире, видит ее и сразу пишет стихотворение. И сразу его, да. Ну как, понравилось тебе? Очень. Очень здорово. Спасибо. А вы вот кому-нибудь посвящаете свои стихи, Алена, или нет? Или это чаще просто какие-то замечания по жизни какие-то такие вот? Ну, за столько лет, сколько я пишу, наверное, кому-то всегда посвящаю, да. Но в целом это больше философские зарисовки. Философские зарисовки, да. Вот такое вот направление. Оно, наверное, вот не всем, как бы, не то что понятно, а скажем, вот кто ваш слушатель вообще? Кто ваш читатель? Вы уже четко знаете вот эту аудиторию? Социальный вот статус, например, там? Я как-то никогда не интересовалась социальным статусом. Но я знаю, что в основном это люди, которые тоже что-то пишут в большей степени, да. Ну или просто читатели, мои коллеги, мои друзья, те, кто просто интересуются поэзией. Скажите, где вы печатаетесь и где вообще можно познакомиться с вашим творчеством? Ну, если бумажное издание, то это толстые журналы различные, газеты, коллективные сборники. А если имеется в виду интернет, то, ну, стихи.ру, там какая-то часть лежит. Наиболее полное, наверное, мое такое собрание сочинений, если можно так сказать, это сайт Максима Машкова, сам издат. Ну, сегодня вы принесли книгу. Да. Я так понимаю, мы можем ее подарить кому-то из наших зрителей. Да, можем подарить. И давайте проведем еще раз этот конкурс. Наши зрители очень любят. Дорогие друзья, сегодня у нас такие литературные конкурсы. И вот Алена готова задать тоже вопрос для наших зрителей. Да, и поскольку у нас горький, да, вот столетие с его рождения, то тоже пускай будет вопрос по-горькому. Я думаю, что на этот вопрос сейчас пойдет шквал звонков, потому что, наверное, все знают на него ответ. Поэтому кто успеет первым? Кто успеет первым, так. Рожденный ползать. Продолжите фразу. Дорогие друзья. Я чуть ли ее не продолжила. Итак, продолжите, пожалуйста, известную фразу из стихотворения Максима Горького «Рожденный ползать». Телефон прямого эфира 342243. Дело в том, что здесь, наверное, действительно, Алена правильно сказала, надо дозвониться быстро. Ну, а тот, кто это сделает, получит вот это уникальное издание с автографом автора. Давайте покажем еще раз нашим зрителям. Вот, пожалуйста, нашему режиссеру сейчас покажет. Это стихи? Это только стихи, да. Это только стихи, и здесь полностью все стихи Алены Оленьевны. Нет, конечно. Здесь только 100 стихов. А их у меня гораздо больше. Не знаю, я не считала. Я пишу 7 лет, поэтому сложный вопрос. Но 100 стихов, 100 стихов, вы знаете, да вот в таком интересном направлении. Точнее, 100 стихотворений, если правильно, как уже филологу говорят. Да, стихотворения, а не стихи. Ой, как-то мы, да, извините, пожалуйста, Алена, ни в коем случае не хотела. Вы знаете, подсказывают, что есть телефонный звонок. Неужели кто-то так быстро успел к нам дозвониться? Итак, рожденный ползать. Дорогие друзья, слушаем вас. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер, это Герасим. Герасим. Я оттюкнирую этого поэта. Рожденный ползать, продолжите, пожалуйста. Летать не может. Герасим, аплодисменты, и вы просто успели очень быстро действительно дозвониться. Вот этот сборник стихотворений. Спасибо. Да, вам, вам. Спасибо вам большое. Я думаю, вам будет интересно, интересный такой подарок, вот такой достойный, я бы сказала. Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, что на Беларусь 4 программа «Добрый вечер, Гомель». У нас такая сегодня она литературная, несколько такой литературный, такой музыкальный салон. Дело в том, что завтра Всемирный день писателя, и нам очень интересно, какие книги вы читаете, какие, может быть, стихи и книги вы пишете, что прочли в последнее время, что произвело на вас впечатление. Пожалуйста, звоните в студию, делитесь своими впечатлениями в Вайбере. Вот, например, Александр сообщает нам, что художественную литературу ему читать некогда. Остается время только на новости и в интернете, и в журналы. Но, в принципе, о том, почему кто-то из нас стал читать меньше, а может кто-то больше, я думаю, самое время поговорить далее в нашей программе. И, вы знаете, очень хотелось бы сейчас пригласить в нашу студию следующих гостей. Дело в том, что современные психологи, они утверждают, что сейчас растет такое вот поколение, которое якобы не умеет говорить, потому что мало читает. И вот причина этому не только гаджеты. Итак, чем же опасно не читать? Встречайте наших следующих гостей, об этом расскажут. Психолог Людмила Тутынина. Людмила, добрый вечер. Рада видеть вас в студии. Присаживайся, пожалуйста, проходи. И директор государственного учреждения сеть публичных библиотек города Гомеля Татьяна Савельевна Власова. У нас в гостях. Добрый вечер, Татьяна Савельевна. Ну, вот в такой дружной компании нам предстоит с вами ответить на несколько сложных довольно вопросов. Много или мало мы сегодня читаем, и существует ли этот дефицит чтения, если он существует, надо ли от него избавляться, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, вопросов много. Но, Людмила, для начала, что ты сейчас читаешь? Я хотела, знаешь, как вопрос задать? Что лежит у тебя на столе? Но спрашивай по-другому. Что у тебя в руках сегодня? Наташа, ну, во-первых, я люблю читать. Это с самого раннего детства. У меня отец очень любил читать, он меня к этому делу приучил. Поэтому книга для меня, это самое первое, что кладется в чемодан, когда я еду в дорогу, в путешествие, в очереди нужно посидеть где-то. То есть книга для меня это очень любимый предмет. Но это предмет вот печатный или все-таки электронный уже? Печатный, конечно же, печатный. Но что касается, что я читаю, я всегда читаю несколько книг. Одну книгу по философии, я люблю восточную философию. Другую книгу совсем недавно перечитывала Горького. Вы знаете, еще раз для себя открыла Горького. А что читала Горького? Наташа, ну, поскольку я психолог, я провожу разные тренинги там мотивационные, да, и мы там берем разных авторов. Ну, например, Паула Каэли, вот его алхимика и так далее. Ребята, они все просто отдыхают по сравнению с нашим Горьким. Это нам открыла Америку, да? Да, да. Это надо зрителям нашим рассказать. Да, да, да. Которые после школы, понимаешь, перестают, почему-то читать классику. Мы просто забросили эту литературу. Она, видимо, была не на то сознание направлена. Вы знаете, перечитала Данка, старуху из Иргиль, да? Боже мой! Когда я тогда читала, я очень хорошо запомнила момент, как Данка, пылающий сердце, вот он вырвал и шел, да? Сейчас я обратила внимание на совершенно другие вещи уже в возрасте. Когда он вывел всю эту толпу на свет Божий, да, и рухнул, потому что он с помощью своего сердца освещал путь. И как это сердце упало в грязь, и люди шли по этой грязи, да, и по этому сердцу. Ты как психолог обратила внимание уже на другой момент с возрастом. Ну, Наташа, так дело в том, что, ну, как это правильно написано? Ведь сколько сейчас людей страдает от чего? От того, что их не поняли, от того, что они так много сделали, а их забыли и так далее. Читайте Горького, дорогие друзья. Вот что хотела сказать Людмила Тутынина. В принципе, читайте. Хорошо, возвращаясь к моему вопросу. Какие книги ты принесла в эту нашу судьбу, почему? Наташа, знаешь, вот довольно часто меня спрашивают, Люд, что почитать, чтобы в жизни раз, и все поменялось. Поэтому вот особое внимание сейчас женской аудитории. Вот, успейте посмотреть вот эту книгу, я сейчас о ней расскажу. Книга совершенно потрясающая. Называется она «Бегущая с волками». Ее написала Клариса Пинклоэстес, да, женщина, которая писала эту книгу 11 лет. Не так, как у нас сейчас пишут, там, месяц книга, да, идет в террасу, месяц. Нет, 11 лет. Эта женщина – психолог, психотерапевт, психоаналитик. Дальше «Этнограф», дальше «Сказительница». Вот эта книга написана на основе сказок, но это «Энциклопедия женской души». У меня, вот мои знакомые, кто приобрел эту книгу… Я не читала, кто-нибудь из вас читал эту книгу? Потрясающе. Вот если у вас… Купите себе, приобретите, ее можно откуда-то выписать. Да, в интернете, я думаю, можно тоже прочитать. Да, издательство «София» я издавала на Украине, но покупать ее нужно. Вот если у вас в семье три дочери, себе и трем дочерям, это самая лучшая придана, которая можно… То есть ты советуешь женщинам прочитать «Бегущая с волками», а мужчинам? Это очень экологичная книга, и она… это не легкая чтива, это действительно книга, которая вас подрастит. Подрастит. Подрастит, да, вырастите в своих собственных глазах. Спасибо, вот, кстати, спасибо за такое направление. Есть еще одна книга, но я ее, к сожалению, в своей библиотеке не нашла. Ну, просто на слух воспримите, называется она так. Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие куда захотят. Книга хулиганская, написана женщиной-феминисткой, но ей очень важно почитать. Ну, а вот эта книга, это «Сент-Экзюпери». Это тот, кто написал «Маленького принца». Но очень мало кто читал «Цитадель», вот кто гурман, кто философ, кто любит вот посмаковать эту нашу действительность, позадавать такие вечные вопросы «Кто я? Куда я? Для чего я?» Слав, ты читала эту книгу? И так далее. Почитать, потому что огромнейшее удовольствие. Я знаю, что в нашей Ленинке она есть. Вот так вот, спасибо, спасибо, Людмила. Но, согласитесь, сегодня все-таки большая редкость – это полка с книгами. Так же, как, наверное, и книга в подарок. Вы согласны вообще со мной? Алена, не согласна со мной, да? Я не согласна. Не согласна? Я дарю часто книги. Так, серьезно? А мне вот давно никто книгу в подарок не дарил. Вот, к сожалению. Может быть, поэтому я так считаю. Алена, а вы считаете, что мы сегодня читаем достаточно? Ну, у меня такая специфическая аудитория, с которой я работаю. Это студенты-филологи. Я считаю, что да. Ну, и, возможно, общаюсь с такими людьми, которые много читают. Поэтому я не припомню ни одной семьи, куда бы я пришла, я не увидела полки с книгами. Полки с книгами. Причем довольно большой. Татьяна Савельевна, библиотека. Ну, я, наверное, немножко… Читают люди сегодня? Люди читают. Читают, но если говорить о том, намного ли больше мы стали читать или меньше, ведь говорят сейчас о кризисе чтения. Ну, что я могу сказать? Ну, мои-то личные наблюдения и выводы. Читают по-прежнему много. Другое дело, что мы читаем. Хороший вопрос. Что мы читаем и как мы читаем? Ведь если буквально понимать «читаем», то мы читаем сейчас даже больше, чем читали когда-то в Советском Союзе, хотя это была самая читающая страна в мире, так было признано. Но и тогда говорили о кризисе чтения. Что мы с вами читаем? Мы сейчас с вами везде торопимся, спешим. Мы все на бегу, на скаку получаем информацию. Мы стали пользователями информации, потребителями информации. Но мы ведь читаем, правильно? Мы открываем электронную книгу. Ну, мы обычно говорим под чтением, мы обычно понимаем другое. Вот, вот. Да, Люба? Чтение – это другое. А вот такого чтения, как вам сказать, глубокого чтения, серьезного чтения, ну, скажем так, ну, надо констатировать факт, наверное, стало его меньше. Меньше. Но ведь это труд. Серьезное чтение – это труд. Я вот хочу спросить, чем опасно, чем опасен дефицит чтения, Людмила? Вот, как к психологу обращаюсь. Ташенька, человек перестает развиваться. Вот, я хотела, кстати, показать кое-что, да? Вот что такое книга, да? Да, по сути дела, это большая-большая тетрадь с мудростью. Когда я даю книги кому-то читать, я все время прошу, возьмите карандаш и помейте то, что вам интересно. Если мне дают книгу, уже, ну, прочитанную ни одним человеком, и она не помещена, пустая, это значит, с этой мудростью не работали. Вот если вы посмотрите, вот покажите, пожалуйста. Вот читать книги нужно примерно вот так, Наташа. Смотрите. То есть поработать? Обязательно. Вот только тогда. Причем, когда вы первый раз читаете, да, берите, например, там, желтый маркер, да, и все мысли, которые вас затронули, это ваш уровень, да, в следующий раз, когда будете читать, там, через полгода, возьмите другой маркер, и вы увидите, как вы реагируете на совершенно другую книгу, вернее, на другие какие-то мысли. И вот таким образом с одной книгой можно вырасти до очень высоких, ну, до определенной высоты можно. Люда, хорошо, давайте поговорим о другом тогда. А мы говорим про электронную книгу, про печатную книгу. Дело в том, что такие пометки можно делать и в электронном варианте. А чем, скажем так, не... А почему? Почему у современного человека пропадает вот эта вот тяга к чтению? Потому что мы торопимся, да, Катяна Савельевна? Можно и так сказать, действительно, мы слишком перенасыщены информацией. И, возможно, от того, что мы всегда спешим, торопимся, не каждый находит для себя время и место для чтения. Но не в этом даже дело. Если человек привык читать, то он всегда найдет в своем расписании жестком время для чтения. И вот здесь нужно говорить прежде всего о проблеме той, что мы на сегодняшний день дети стали меньше читать. И развивать чтение, привлекать к чтению, конечно же, нужно именно с раннего возраста. Потому что взрослого человека переориентировать, наверное, будет достаточно сложно. Хотя, конечно, разными формами можно пытаться. А вот насколько вообще важен авторитет книги в семье, Люда? И как можно его вообще создавать? Вот, Слава, у тебя есть такой авторитет книги в семье, такое понятие? Да, у нас есть. Потому что вот несмотря на то, что, ну, вот дети, да, маленькие, да, вот у меня сыну семь с половиной, дочке три с половиной. И, казалось бы, в интернете много информации можно для них нарыть. Но мы стараемся, если мы видим какие-то хорошие книги, стараемся их покупать. Недавно в ГЦК какие-то дистрибьюторы пришли, начали там что-то предлагать. Я купил шикарную книгу Басин Крылова. Толстую такую, красиво оформленную. И мы даже когда принтер купили для того, чтобы можно было из интернета что-то скачать, в папочку сложить эту книжку. И вот у нас очень много книг детских. Они вот именно вот распечатаны из интернета, с картинками со всеми, в цвете. Вот сделаны так, чтобы можно было. Если не всегда есть возможность купить, то у нас дети, да, у нас дети, для детей очень важная книга, это очень важная их частью жизни. Если такого не существует в семье, вот, Люда, я думаю, ты подведёшь итог, да? А вот давай вот я хочу Алену спросить. Алена, вот как создать авторитет книги в семье, где дети, например, не хотят читать? Вот ваш совет родителям, в принципе, какой может быть? Я, честно говоря, не очень представляю себе, чтобы дети не хотели читать, если читают родители. То есть заставлять не надо. Дети видят читающих. То есть пример. Надо подать пример, прежде всего. Но это должен быть пример искренний. Не просто читать перед ребёнком, а ребёнок, который видит, что его родители тянутся к книге, он ведь тоже туда тянется. Вы знаете, можно личный вопрос? Я племяннице подарила Алису, заверкали, а ей 5 лет, да, вот тогда было. И она, мама читала, я читала, она очень племянница усердно слушала. Но так как тётя подарила любимое, слушала, и, по-моему, но мама не выдержала и сказала, я больше не могу это читать. Не я не понимаю, по-моему, и девочка не понимает. Вот скажите, в каком возрасте, кстати, вот вопрос такой, в каком возрасте Алису заверкали, и можно рекомендовать детям? Да, читать её можно в любом возрасте, если ребёнку нравится. Да, и взрослому тоже. Ну вот я бы посоветовала, когда ребёнок вырастет, перечитать Алису, потому что это очень сложная философская, на самом деле. Книга, она не детская, конечно. Она простовая. Да, там много пластов и для каждого возраста есть своя информация. Согласна совершенно. Это не книга на ночь, мне кажется, в любом случае, как мы привыкли читать сказки. Ну это так, было такое лирическое отступление, спасибо большое, да. А можно я скажу? Конечно, слава, нужно. По поводу стали читающие меньше или больше. Вот моя юность такая пришла на 90-е, начало 90-х. И мы тогда очень много литературы искали по крупицам, распечатывали какие-то книжки. Ричарда Баха. Да, Ричарда Баха, вот там, да. А сейчас вот ребята, которые меня, скажем так, на 20 лет моложе, они, мне кажется, намного более начитанные, чем мы. Потому что они, да, они, может быть, не читают книги бумажные, печатанные, но они очень много читают чего в интернете. Они находят книги в интернете, они читают. И я помню себя, скажем так, в 20-22-23 года, да, и посмотреть на многих ребят из моего окружения, которые молодые сейчас, вот в этом возрасте, 20-25, там, до 30 лет, мне кажется, что они сейчас более начитанные, чем мы были тогда. А знаешь, вот почему я, например, люблю читать? У меня такое ощущение. Почему? Я могу ошибаться? Спасибо, спасибо. Очень важно, кстати, твоё мнение. Вы знаешь, почему я люблю читать? Потому что мне интересно, что автор, все авторы, они разные, и он что-то хочет сказать, у него получается это сказать. И мне так интересно, а что же он хотел сказать? И вот поэтому я люблю читать всё. Я, наверное, люблю читать всё, любую литературу совершенно. Мне кажется, автор показывает себя с какой-то стороны. Мне кажется, современная молодёжь, она более, вот то, что говорила Татьяна Савельевна, она более информирована. Вы знаете, психотерапевты сейчас наблюдают такой новый невроз, уникальный невроз, да, когда идёт перегрузка информации, информативный невроз. Ну, рабочее такое название. Ну, в принципе, оно понятно. Да, оно понятно. Когда очень много человек потребляет, потребляет, он где-то там вырвал один кусок отсюда, другой отсюда и так далее. Так оно и есть, действительно, в течение дня, обратите внимание. Да, в голове вот такая вот каша. Но здесь, наверное, разговор идёт о чём? Читает ли дети, например, взял книгу и довёл до ума, до конца, да, вот как раньше, да, вот мы читали там по списку буквально. Вот, наверное, об этом, что сейчас уходит вот эта тенденция, да, что дети, ну, не хотят в таком вот формате, да, долго там над книгой засиживаться. Вот об этом, наверное, идёт речь. Да, я бы хотела вот дополнить. Действительно, проблема детского чтения связана с тем, что они не могут концентрироваться на тексте, они не могут его, может быть, осознать, воспроизвести и так далее. И, вы знаете, я, конечно же, попытаюсь поговорить о своих формах, так сказать, библиотечной деятельности. Так и надо, конечно же, да. И в последний год у нас такой развивается проект интересный в Центральной библиотеке. «Сказки света и тени», «Лаборатория творческого чтения», она рассчитана исключительно вот на детей 5-6-7 лет максимум, да. То есть это возраст, когда максимально нужно работать и родителям, и, собственно, библиотекарям для того, чтобы ребёнок начал читать. И чтение это построено, в общем-то, в игровой познавательной программе. Вот сначала они читают небольшой отрывок из этого произведения, затем они обсуждают все вместе. Каждый ребёнок обязательно высказывается. Потом они что-нибудь, какие-то поделки делают. Они, значит, этих литературных героев, которых они вот только что узнали. Потом они играют кукольный спектакль пальчиковый. То есть всё это вокруг одного литературного текста. И ребёнок, в конце концов, понимает, о чём это произведение, он его запоминает. И вы знаете, настолько это успешно, что родители с удовольствием... Может быть, это и правильно, когда библиотека, да, специальное место, где есть много книг, назовём это место так, где есть много литературы, и людей, которые в этом разбираются, они выбирают какие-то формы работы с детьми, да, и учат этому родителей. Кстати, вот возвращаясь к библиотеке, сегодня она изменилась. Согласитесь, да? Только вы, я знаю, более 20 лет работаете вот в этой системе библиотечной. Мне кажется, вы просто удивляетесь, какой она была 20 лет назад, и что изменилось с появлением интернета, электронных, вот, да, всех наших средств. Вот скажите, какова сегодня, ну, не то что задача, цель, а что такое современная библиотека вот сегодня для читателя? Это место, где можно почитать, взять книгу, или это скорее что-то другое? Ну, во-первых, начнём с того, что библиотека всегда была, и, я надеюсь, останется местом получения информации. В каком она будет виде, эта информация, это решит, наверное, время нашей технологии, которые развиваются. Но на сегодняшний день, вот что можно сказать, конечно же, это ещё и место проведения досуга. Социально-культурными центрами мы становимся. И это всё, это и выставочная деятельность, это и презентации, это концертная деятельность. Но всё, что бы у нас ни происходило, всё происходит вокруг книги, вокруг автора, или же, так сказать, литературного текста какого-то. А, вот мне интересно, Вячеслав, вот честно, когда ты последний раз был в библиотеке? Очень давно, я даже не помню. У меня есть прекрасное предложение. А мы вас приглашаем. Вот впереди такой замечательный праздник. Я последний раз был в библиотеке, когда я был у вас в гостях, когда вы делали, проводили лекции по Пастернаку, и я пёл какие-то песни на стихи Пастернака. Да, вы у нас были? Да, вот это я очень хорошо помню, да, в библиотеке. Вы знаете, нам нужно срочно показать нашим телезрителям такой важный видеоблог под названием «Рекламный». Поэтому мы прервёмся буквально на минутку. Дорогие друзья, прямой эфир на «Беларусь-4» продолжается. Вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Не переключайтесь, у вас ждёт ещё очень много чего интересного. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на «Беларусь-4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». Завтра Всемирный день писателей. Сегодня в нашей студии собрались уникальные люди. Это и библиотека, я бы так сказал, директор библиотеки. Это и литераторы, это и психологи, которые читают и пишут. Я знаю, просто сегодня Людмила поскромничала, да. И, конечно же, Вячеслав Корса. Так что ваши аплодисменты. Тему мы затронули очень важную, но читаем, пишем, это всё понятно. Хотелось бы затронуть вот какой вопрос. Алён, вот вам как автору, и вот Вячеслава, тебе вот как автору. Стало ли проще донести до читателя своё произведение вот с помощью, когда появился интернет? Ведь я знаю, что есть свой блог, по-моему, да, есть живой журнал, по крайней мере, свой, и размещаешь там свои стихи. Да, несомненно, стало проще. В общем-то, известная стала как поэт именно с момента, когда стала публиковать стихи в интернете, конечно. Большинство конкурсов. Это аплодисменты интернету, я так понимаю. Вячеслав? Ну, несомненно, конечно, потому что, особенно в том, что делаю я, существует очень много форматов. Можно и видео, и аудио размещать, и электронные книги, которые есть у меня. Поэтому для меня, конечно, интернет – это 99% вообще какого-то такого продвижения. Так, Катяна Савельевна, а современная библиотека – это? Библиотека тоже идёт в интернет. Нет. Я думаю, что будущее на библиотеке, вот на мой взгляд, это какое-то, в общем-то, объединение двух началов. Все спорят традиционная книга, бумажная книга, электронная. Мне кажется, и то, и другое будет присутствовать. И спорить они друг с другом не будут, потому что всегда найдётся читатель. То есть способов читать стало ещё больше сегодня, и писать тоже. Да, замечательно. И библиотека тоже в сетях, во всех сетях, каких только можно. Мы тоже продвигаем свои ресурсы. А вот интересно, ваше мнение, в чём сегодня выражается вот этот, как его назвать, оценка, оценка читаемости? Алёна, вот вы пишете, вы издаёте книги. Вот на ваш взгляд, это всё-таки что больше определяет популярность её сегодня? Это тираж? Это, может быть, клики в интернете? Или же вот замечания, отзывы друзей и знакомых? Я думаю, что всё вместе, и тираж по-прежнему важен, потому что люди хотят издавать книги, издают с большим удовольствием, устраивают презентации, вот в том числе библиотеки нам в этом очень помогают. Ну и интернет, конечно, отзывы и беседы. То есть клики в интернете, они тоже очень важны? Потому что важно, конечно, это возможность коммуникации со своим читателем, слушателем. Поэтому вот... Причём такое откровенное, что... Комменты, клики, это всё очень важно, конечно. Интернет, он как бы здесь не соврёт, да, и лукавить не позволит, в принципе. А вы можете сейчас пару строчек стихотворения, которые, ну, скажем так, собрало больше всего лайков или стало популярным, когда появилось в интернете? Ну, понятие лайки я просто в социальных сетях не публикую, поэтому чисто отзывы, да. Да, чисто отзывы, вот какое? Ну, вот одно стихотворение, вот это не навсегда то, что я начинала, и рубашки. Так прозвали читатели это стихотворение, оно называлось по-другому. Когда наступает время тоски и вечера, он за день своё положено избегов утюжил рубашки, бережно вешал на плечики. Все белые-белые, белей твоего снега. Ну, вот люди обсуждали, потому что там своеобразная концовка, выясняя, кто он и что это за рубашки. Ну, спасибо, вы заинтриговали наших зрителей. Алена Оленчик, рубашки, найдите, пожалуйста, в интернете или купите сборники. Обязательно прочтите. Всё правильно я сказала, да? Ну, дорогие друзья, наша программа, к сожалению, вот так вот очень быстро завершается. Мы не можем оставить наших зрителей без совета. Вот многие люди, да, сегодня пытаются писать стихи, рассказы, песни, да, но не все становятся поэтами, не все становятся писателями и бардами. Что можете посоветовать начинающим авторам? Вот начнём с Вячеслава. А я уже эту фразу произносил сегодня. Не можешь ни писать, ни пиши. Поэтому пишите тогда, когда оно не может не пробить выход какой-то. Если эта энергия есть, её нужно обязательно выпускать. Если её нет, то не надо из себя выдавливать ничего, ни в коем случае. Татьяна Савельевна, вы работаете с многими молодыми литераторами. Они приходят к вам, делают презентации, приносят свои книги. Что вы посоветуете тем, кто боится пока это делать, но очень хочет? Ну, вы знаете, бояться не стоит, потому что всегда найдётся твой читатель. Если ты, конечно же, талантлив. Но всегда надо в себя верить. Ну, человек, мне кажется, который уже начал что-то писать, он, в принципе, уже, можно так сказать, попадает под категорию талантов. Алена, а ваше мнение, вот какое? Обязательно общаться со своими читателями, потому что это... А для чего пишем? Чтобы читать. Чтобы не для того, чтобы читали, а чтобы это в мир вынести, чтобы мир ответил. Спасибо большое, Алена. Людмила, ну, а что посоветуешь ты начинающим авторам, которые всё-таки не уверены в себе, которые, может быть, боятся критики, но очень-очень хотят писать? Наташ, ну, ты знаешь, в то время времени я тоже что-то записываю, да, свои стихи. И когда я их читаю, вот, на публику, людям нравится. Мне так удивительно, что им это нравится. Вот. И сегодня ты ничего не исполнишь того, что нравится? А вы знаете, могу. Прочитала, когда книгу Чингиза Айтматова «Плаха», мне вот прямо вот то, что Вячеслав сказал, вот изнутри, я написала стихотворение. Если забуду, то, ну, забуду, ладно? На лицах маски, маскарад, не праздничный, а каждодневный. И правит балом тот, кто рад метели дикой и безмерной. Блуди, блудница, вороши умы людей от страха, от себе сверкать, себе губить тех, кто ушёл тогда от плахи. Всё сказано уже не раз, пророчество хрипело с кровью. Скупитесь, Боги, на слова, пророчество пусть станет болью. Пусть обретёт мечта успех, чтоб лишний раз не спотыкаться. Сорвать бы маски, да, со всех, и научить вас улыбаться. Я думала, это психолог Людмила Тутынина, а это сегодня в нашей студии поэт Людмила Тутынина. Спасибо большое. Кстати, дорогие друзья, если вы пишете и хотите заявить о себе, Союз писателей Беларуси, Гомельское отделение, даёт такую возможность каждому желающему. Для этого наши литераторы организовали областной литературный конкурс «Тебе, пою, малая родина». Этот литературный конкурс, он проводится с целью найти произведения, которые отражают современную действительность. В конкурсе, кстати, могут участвовать только жители Гомельской области, но совершенно разного возраста. Проводиться конкурсы будут по категориям 10-17 лет, 18-35, с 35 и выше. И если у вас есть неопубликованное произведение о своей малой родине, какие-то очерки, зарисовки, эссе на белорусском или русском языках, присылайте заявку на участие в конкурсе на электронный адрес Гомельского отделения Союза писателей Беларуси, который сейчас вы видите на экране. Конкурс проводится с 15 февраля по 30 июня, так что времени еще предостаточно. И все подробности есть на сайте Гомельского отделения Союза писателей Беларуси. Ну и, конечно же, о том, что читают сегодня наши зрители, несколько сообщений в Вайбере. Просто перечислю то, что присылали. Тихий Дон, Алиса в стране чудес, Лукьяненко, фантастика. А вот Люся написала, что она только закончила неспешность Кундеры в планах Волхфауза. Гарри Поттера люди читают с огромным удовольствием. Кстати, Виктор написал, что это первая книга, которую он прочитал до конца. Вот как увлекать надо. Ну и, конечно же, Евгений благодарит за Горького. Вот решил после нашей программы перечитать «Старуху из Иргиль». Ну, дорогие друзья, вы знаете, как говорил Горький, мы живем в мире, где совершенно невозможно понять человека, если не читать книг. Ну, вот один из самых известных, значительных в мире русских писателей и мыслителей 20 века считал именно так. И мне кажется, стоит прислушаться все-таки к классику. Поэтому читайте книги, дорогие друзья, печатные, электронные. Читайте любые. Их сегодня пишут и пишут очень много. И некоторые произведения, вы знаете, даже становятся песнями. Одна из них и закончит наш сегодняшний эфир. Вячеслав Климович на «Беларусь-4». Это был еще один добрый вечер. Спасибо всем участникам, всем зрителям. И до новых встреч в прямом эфире. Поехали. Моя любимая не верит в чудеса, Что к ней спешу на всех порах. А где-то за закрытой дверью есть полоса, Где все не так, не так, как в жизни прошлой. Там, где мы одни, мы врозь, мы друг без друга. Окна заметают вьюга, ветер бьет насквозь. Моя любимая не верит, что к ней спешу на всех порах. Что заскучал осенний скверик по нашим медленным шагам, Где, поднимая в воздух, листья встаю, В облака взлетаем с ними, Где твое рисует имя. Самолет пока... Где-то позади лежат снега, Где-то позади метет бурга, Где-то позади в твоем окне. Не гаснет свет. Где-то впереди течет река, Где-то впереди цветут луга, Где-то впереди в моей руке твоя рука. Моя любимая не верит, Что мы надолго и всерьез. А я спешу все проверить, Под шорохший под звук колес. И портовых огней мерцанье Нас несет в объятия друг к другу. И в который раз по кругу песенка О том, что где-то позади лежат снега, Где-то позади метет бурга, Где-то позади в твоем окне. Не гаснет свет. Где-то впереди течет река, Где-то впереди цветут луга, Где-то впереди в моей руке твоя рука. Моя любимая не верит, Моя любимая не верит. Где-то позади лежат снега, Где-то позади метет бурга, Где-то позади в твоем окне. Не гаснет свет. Где-то впереди течет река, Где-то впереди цветут луга, Где-то впереди в моей руке твоя рука. Субтитры сделал DimaTorzok